Всем здравствуйте! Мы в Санкт-Петербурге и у меня в гостях Георгий Сидоров. И сегодня мы поговорим на очень интересную тему. Как раз экспертное мнение Георгия нам очень нужно в нашем историческом расследовании, которое мы ведем вместе с вами. Итак, о чем мы хотим сегодня спросить Георгия? Вернее, о чем я хочу спросить Георгия, но я думаю, вы тоже хотите. Мы сейчас с вами находимся в очень интересном и сложном историческом периоде. Мы уже понимаем, кто мы с вами есть, уже понимаем, кто на той стороне нам противостоит. И что мы видим в СМИ? Мы видим различные западные противостоящие нам ордена, либо силы. То есть описывают нас и иудейский проект, и лондонский западный проект, и проект Ватикана. Получается, все они нам противостоят, но о них мы уже, кажется, знаем все об этих проектах. А вот есть ли у нас свой проект? Да, мы видим какие-то определенные проявления этого проекта, но очень много вопросов возникает. То есть, вот был Сталин, кто-то о нем хорошо говорит, кто-то о нем плохо говорит, но это, опять же, каждому судить самостоятельно, но, по крайней мере, Сталин был той силой, которая все-таки нашу страну поднимала. И вот Сталин у нас ушел, или был убит, или просто умер, как говорится, но преемников-то не было. И получается, что в нашей стране, если издалека посмотреть, все зависит от одного человека. А нам противостоят целые организованные проекты, которые пронизывают и нашу систему управления. Вот на чем держится Россия, по крайней мере, современная? Что у нас есть в глубине, и есть ли у нас какие-то конкурентные преимущества перед ними? То есть, или надежда на какое-то светлое будущее и победу? Вы многие читали книги Георгия Сидорова, опять же, вы меня спрашивали во многих фильмах, когда мы с Георгием что-то обсуждали, вот о встречах Георгия с Пасечником, с Чердынцевым, то есть с представителями глубинного русского народа. Вот мы понимаем, что есть у нас некое глубинное государство, которое нам противостоит и состоит из множества этих проектов. А есть ли у нас что-то глубинное? Что дает силы России? Или, может быть, вообще, как многие пишут, что Россия, она просто часть этого западного проекта, просто нам пытаются рассказать, что мы какие-то особенные. Георгий, вот какое твое мнение об этом все? Ну, какое мое мнение здесь? Во-первых, здесь надо одну вещь понять, что русский народ, это, как его называют? Вот мы сами не знаем, кто мы такие, мы на самом деле не знаем, но ведь в Европе и на Востоке нас называют богоносным народом. Люди не понимают вообще смысла, что такое богоносный народ. То есть мы не ушли в мир сатанизма, мы остались верными вот этой силе созидания космического. То есть это на самом деле так, поэтому нас так и называют. Но вспомним, давайте, Путина, например. Вот он, как сказал один раз, выразился, он говорит, я что ли управляю страной? Да не я, страной управляет творец, создатель. Если бы не он, давно бы России и не было. То есть вот это правильные слова, он говорит абсолютно правильные вещи, потому что куда не посмотришь везде, такое управление, которое бы, ну никак, оно не может это управление просто вести куда-то страну, какой-то позитив. Но страна идёт. Вот почему она идёт? Почему это всё, вот это развитие, оно пока вот сейчас не остановилось и, слава богу, всё поднимается? Потому что простая здесь истина. Во-первых, вот мы знаем, что у американцев там есть так называемое глубинное государство. Это тайное мировое прикрестство, вот так считают. А якобы оно там в Америке, на самом деле оно филиал в Европе, это Швейцария, там мощные кланы швейцарские, это Британия, конечно, это, конечно, Новая Зеландия, Австралия. То есть вот оно такое распылённое, вот эта система распылённая, и это всё один центр. Но этот центр имеет очень много филиалов. Филиал Франция, Германия, Голландия, вот этот центр, вся Европа там, и Польша, и Румыния, и все наши государства, которые от нас ушли сейчас там, я имею в виду наши бывшие союзные республики, там то же самое. И у нас в России, у нас в России есть тоже филиал глубинного государства западного, он работает. Можно подумать, что действительно, что нам всем крышка, раз такая система, такой спрут очень сильный. Но дело в том, что любой яд имеет противоядие. И у нас именно в нашей стране сложился такой мощный-мощный клан людей, вполне адекватных, и которые имеют огромное-огромное влияние. И на правительство, и на Госдуму, и на окружение президента влияние очень сильное. Очень приятно, что в нашей стране есть люди, создающие электронику уровня топовых западных брендов, да еще с адекватным ценником. Тюменский Илон Маск и его наушники CGPods от компании Keys Guru в лобовую конкурируют с яблоками и опережают AirPods по заинтересованности пользователей. Forbes отметили, что Keys Guru имеет возможности быстро отвечать на потребности россиян и делает это. CGPods по качеству сравнимы с Apple, а по функциям превосходят. В 4 раза дешевле яблок и чуть дороже бюджетных Xiaomi. Функции не придумка маркетологов, а железобетонный факт. У CGPods самый большой в мире динамик 10 мм. Антропометрически выверенная форма, наушники не жмут и не давят, не выпадают, в отличие от яблочных. У наушников CGPods Air 3 динамик 12 мм. Они превзошли даже самый большой динамик и поставили новый рекорд. А наушники-трансформеры CGPods Sport подходят даже нестандартным ушам. Кейс тюменских спорт наушников держит 30 часов без зарядки. Это месяц ежедневных часовых тренировок. У CGPods Air Pro микрофон такой же как у яблок, с кристальным объемным звуком. CGPods стоят в 4 раза дешевле яблочек. Сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылке в описании. Там вас ждет промокод SPIXG5 на скидку. Я хочу только что сказать. Когда обращаемся мы к учению Христа и Иисуса, его золотые слова, как он сказал своим ученикам, смотрите, вы можете идти. Можете идти на юг, можете идти на запад, можете на восток. Там вас ждут. Там вы даете знания, там вы будете давать что-то людям. Вы будете их строить. Но не ходите на север. На севере все нормально, там все хорошо. Однако они пошли на север. Но ничего там они не увидели на севере. Был там Андрей Первозванный. Он Киев посетил, но Киев на Дунае. Это не тот Киев, который у нас сейчас здесь на Украине. То есть получилось так, что тогда уже группа хранителей древнего знания, или так сказать, клан, который напрямую был связан всегда с Творцом, вот именно с Создателем. Это огромная сила, которая управляет вообще всем космосом. Это ментальная сила, информационная, ментальная сила. Этот клан никуда, никогда, он не иссяк. То есть его постоянно, этот клан ищет, пытается его найти, пытается его уничтожить. Пытается... Это ведь крещение Руси было. Назвали там всех язычниками из этого клана. Там уничтожение книг, уничтожение волхвов. Потом было еще одно крещение. Это было крещение 66-го года, 1666-го. Именно сатанинское число взяли, а не Никонянская реформа. Но опять не получилось. Ну, уничтожили что? Уничтожили Афении, уничтожили письменность. Книги, которые были написаны до этого года, там тысячи сожгли опять. Даже музыкальные инструменты, музыку, культуру обрушили. А вот добраться до этого клана нет. И вот этот клан, он прошел, и революцию прошел. И Сталина выдвинул в свое время. Потому что, если бы не было Сталина, наверное, мы бы сейчас не рассуждали здесь. Надо это понимать. Хотя у Сталина там тоже ошибки какие-то были. Где-то он не досмотрел, где-то он не увидел, где-то он не понял. Он был человеком, поэтому допускал ошибки. То есть я не думаю, что страна может упасть. Страна не упадет. И второй хрущев у нас не появится. Наверняка. И поэтому сейчас бояться не надо. Будущее у нас, оно нормальное будет. Потому что четко грань. Вот идет традиционная цивилизация, это наша цивилизация. Ну, китайцев не будем считать. Это пока непонятно кто. Вот. И Запад. И, ну, с нами ведь арийский мир. Это ведь Иран, Индия. Это же потомки ариев. Это те же самые люди, которые от нас когда-то ушли. Хотя они там имеют другое вероисповедание. Но ведь законы мироздания едины и для нас, и для них. И те, кто управляет вот этим глубинным русским государством, вот этим глубинным, которое мы чувствуем, мы понимаем, мы даже осознаем. Его влияние огромное, например, но далеко ходить не надо. Вот сегодня мы были в Кронштадте, там посмотришь на этот собор, построенный в честь моряков. Это морской собор, там, как он называется-то, этот собор? Морской собор, так он называется. А там стоит на вершине, там, да вообще крест нехристианский, там стоит свастика, двойная свастика, или называется Кельский крест. То есть это солнечный знак, знак вселенной, и там стоят такие же точные. То есть это о чем говорит? Что вот эта глубинная наша русская, вот эта вот национальная культура, она сейчас уже вошла, уже вот противоречия с западным христианством. Я имею в виду католицизм, протестантизм. И здесь, вот на этой площадке, идет, так сказать, вытеснение, вытеснение вот этого навязанного нам западного мировоззрения. Посмотреть на храм, храм, который вот построен в честь вооруженных сил партии Патриот, там мощнейший храм, там вообще стоят восьмиконечные звезды сварега. То есть это что? Это храм всех религий. Там может прийти мусульманин, буддист придет, там христианин любой нормальный, то есть тот, который действительно понимает учение Христа, там всем место, там всем есть. То есть это объединяющая сила, которая уже присутствует. А кто ставил эти храмы? Кто? Кто вот эти проекты, все эти проекты. Один храм построен еще в начале 20 века здесь в Кронштадте, а этот вот недавно построен, о чем мы говорим. Это люди именно из нашего национального, славянского, даже сказать русский, это даже не то. Это славянское глубинное государство, захватывает вот этот храм, вот в партии Патриот приезжает Словакия, Чехия приезжает, Бенгрия приезжает. То есть даже туда приходят католики, с удовольствием приходят и понимают, что они пришли на родное место, там где они чувствуют Творца. То есть вот этот момент очень серьезный. Это ты очень прав, да? Это они с четырьмя входами обои. Вот Кронштадтский храм, Морской собор, как будто бы, согласно официальной истории, он построен в начале 20 века, но он четырехвходный. И вот этот храм в парке Патриот тоже четырехвходный. И четыре выхода тоже. И вот это то, что мы с вами копали. Неужели вот эти единоверческие храмы начали действительно сейчас поднимать? Да, это храм всех религий. И вот этот крест на Кронштадтском соборе, конечно же, что-то с чем-то. Это тот самый равноугольный. Что там восьмиконечный, что здесь, это символ всей Вселенной. Ну, главное, он равноугольный, не вытянутый, как сейчас. А то, что мы с вами... В парке Патриот там стоит еще и менее, полумесяц лежит. Я хочу что сказать, что когда такие вот храмы строятся, на них идет очень мощная энергия. Энергия космоса, космическая энергия. А эта энергия, это храм как Монтена, принимает эту энергию. И она идет по горизонтали по всей стране. То есть наполнение идет страны и нас с вами. Поэтому будущее, будущее, оно определено, нормально. То есть все будет так, как мы хотим. Самое главное, наша задача сейчас, получить знания. Мы должны научить сами себя понимать устройство мироздания. Нужно научить наших детей. Нужно, чтобы у нас на территории России не было больше... Вот сейчас идет эпоха воинствующего невежества. Вот эту эпоху нам надо сейчас как-то обнулить, чтобы больше этого не было. Чтобы люди были образованы. Образование сейчас, еще раз образование и духовное образование. Как говорил в свое время Пифагор, то есть это нравственный, нравственный путь к создателю и к силам Вселенной и к силам природы. Собственно, этот процесс у нас уже идет. И граница уже поставлена. Так что думаю, что все будет так, как мы хотим. Георгий, ну и конечно же основной вопрос. Вот Русь, да, вот наши русские силы. У тебя в книгах была очень хорошо описана встреча с Пасечником и с Чердынцевым. Действительно такие люди существуют. Очень яркая такая вот страница в твоем творчестве. Это описание вот этих волхвов. Многие зрители нашего канала давно просят меня провести семинар в городе Москва. И вот мы запланировали семинар, который будет называться Восстановление искаженной истории человечества с помощью криминалистического метода. Он состоится 2 июня 2024 года в гостинице Альфа Измайлова. Начало 10.00. На этом семинаре я познакомлю вас с основными криминалистическими принципами Восстановления истины. Также я представлю некоторые результаты своего исторического расследования, касающиеся недавних глобальных катастроф, высочайшего научно-технического уровня развития прошлых цивилизаций и действующих в допотопные времена иерархии исполин гигант-человек. Также я познакомлю вас со своей гипотезой о сути допотопной единой веры в единого Бога и ее связью с астрологией и психологией. Для участия в семинаре вам нужно зарегистрироваться на нашем сайте ispeak.ru Откройте главную страницу и перейдите в раздел семинары. Далее нажмите соответствующую кнопку и зарегистрируйтесь. Еще раз напомню, семинар пройдет 2 июня в городе Москве, гостиница Альфа Измайлова, начало 10.00. То есть, если такие люди действительно есть, то в принципе и надежда есть. Дело-то в том, что из этих людей состоит как раз вот это вот глубинное русское государство. И они как раз создали вот это мощное поле, вот поле информационное над страной. Но ведь не надо забывать, что там сюда... Вот сюда же вот в это поле вливается поле и честных, порядочных мусульман. Они никуда не делись. Потому что ислам, настоящий ислам, это тоже ведическая цивилизация, только она восточного толка. Действительно, Магомед был человеком, который, собственно, понимал устройство мироздания, и его учение не противоречит проповеди Рама. Ведь само понятие Аллах, это 72 бога, Элан Хим, или... Аллах, бог богов Всевышний. Да, Всевышний. Это собрание богов. То есть, вот понимаете, вот здесь мусульмане, настоящие мусульмане, они тоже союзники. Такие же союзники наши зарастрийцы, которые еще уцелели, и, конечно же, союзники буддисты, настоящие буддисты, я имею в виду бурят наших, там, ребят калмыков, которые действительно понимают буддизм так, как он есть. Ну и союзники, конечно же, кто? Это индуизм, это ведическая цивилизация Индии, которая, конечно, изменилась, но там эти изменения не такие уже существенные. И вот когда вот это все соединяется, когда это все направлено не на разрушение, на созидание, и нет серьезных противоречий, нет споров, и получается, что наши вот, о ком вы сейчас говорили, это, естественно, чердынцев, это, ну, больше кличка, чем имя. Так же, как другого, я не называю просто пасечник, таких у нас хватает людей. Это люди образованные, люди, понимающие вообще устройство мироздания, знающие великолепно, как устроен космос, как рождается истина, пути к истине. То есть это те, которые фактически сейчас дирижируют страной. Их хватает. Они не только дирижируют Россию, они влияют очень сильно на Иран сейчас. Вот Иран фактически полностью управляется из России. Хотя политики, вот многие думают, политики там говорят про Путина, там про Сталина, там говорят про Ельцина. Но все эти, там не только Ельцина, там хватает этих всех, кто наверху. Но дело в том, что это люди, они публичные, им некогда заниматься информационными технологиями, им некогда вести за собой народ. И ведь управляют те, о которых мы знать не знаем, мы их не видим. Это идет бесструктурное информационное мощное влияние уже на публичные личности. И правильно Путин сказал, у него гениальные слова, что Бог управляет страной. Но под Богом-то он имел в виду именно вот это государство. То есть то, которое найти нельзя, уничтожить нельзя, сжечь нельзя. Можно всю Россию спалить, но эти люди уцелеют, и опять все начнется сначала. Именно так, как надо будет все идти. Так что вот, я думаю, я на этот вопрос ответил. Так получается, что, допустим, у нас глубинное государство западных нескольких проектов, оно представлено фактически засекреченными, или не входящими в публичное поле олигархами. Ну, говорят, Ротшильд только у них какой-то... Я могу это вам сказать. А вот наше поле? Я могу. То есть они там все богатые, действительно управляют? Нет, нет, не богатые там управляют. Нет, там дело не в богатстве. Там иерофанты, там очень серьезная культная группа, которая дирижирует всеми банкирами. Банкиры, нам же нам показывают ложную цель. Ну, понятно. А банкиры, они даже губернаторами их не выбирают. Они даже там не годятся. То есть они занимаются узкой своей работой. Это как копят деньги и присматривают за печатным станком, чтобы он работал днем и ночью. Вот их не работают. То есть ты думаешь, иерофанты, они не совсем материализованы? Они идейные получаются? Нет, иерофанты это вообще инопланетные твари. Я не хочу даже о них сейчас распространяться. Но я хочу сказать, что они проигрывают. Я хочу пример вам привести, если будете слушать. Я могу привести? Конечно, конечно. Где очень серьезное поражение потерпели. Ну, например, их главный был проект какой? Создать единую религию на планете. Создать религию, значит, уничтожив ведическое миропонимание, язычество, которое возникло потом на базе уже ведического. Язычество, я понимаю, это действительно мрачная, страшная вещь, где жгли костры, где сжигали жертвы, все такое. Особенно у индейцев в обоих Америках. Это не будем останавливаться. Но ведическая цивилизация, она благородная, высокая, действительно отражающая реальность. Так вот, чтобы вот проповедь Рама, Рам дал в свое время, в своей проповеди устройство мироздания, то есть это ментальное поле космоса, информационные поля, информационные поля заканчиваются силовыми полями или энергополями, а энергия, она упаковывается в форме материальном. То есть вот материальная форма. Вот если мы разберемся, наша наука разберется, вот наша академическая наука с устройством мироздания по Раму, то мы легко выйдем что? В космос. Выйдем в дальний космос, и тогда планету нашу никто не сможет, так сказать, голыми руками взять. Мы будем работать уже на очень высоком уровне. Так вот, чтобы вот этого не произошло, вот эти вот иерофанты, они пытались единобожие, навязать единобожие всей планете, то есть всем народам Земли, чтобы вот проповедь Рама, где очень сложный космос, чтобы это все забылось. Один Бог и все. Они, скорее всего, боолизм хотели... То есть что сделать? Солнце, у Солнца, у Солнца отнять корону. А если у Солнца отнять корону, это модель Солнца, она напоминает модель вообще космоса. Получается, что Солнце превращается в черную дыру. Поэтому когда Иисус, это был действительно очень великий человек, это была фигура космическая, Он им прямо сказал, что ребята, вы дети тьмы, если вы верите вот в это, вот то, что вы сейчас говорите. И отец ваш дьявол. То есть это слова Христа, от этого никуда не уйти. Он там еще сказал, что отец этот был лжецы, и отец лжец, и отец лжец, это все его слова. Я к чему говорю? Что вот этот проект у них не удался. Вот этот проект иудеями сделать все народы планеты не получился. И когда умирал Моисеев, он прокал евреев за то, что они отказались от этого проекта. То есть евреи тормознули этот проект. Они хорошо сделали. Но кто-то ведь их, евреи, кто-то подтолкнул к этой идее, что только мы чтем и понимаем единого Бога. А все остальные, пускай будут язычниками, там, кем угодно, хоть в кого, хоть в колесо вере. То есть вот эти вот вещи им пришлось, и они все равно не вышли на уровень, чтобы уничтожить проповедь Рама древнюю, и память гипербореев об устройстве мироздания. Я так кратко рассказал, я думаю, вы меня поняли. Георгий, и все-таки вот интересен... Это была победа, это была большая победа, она огромная, она и сейчас это победа, она все сделала для будущего, наношу. То есть вот все черты, которые сейчас Георгий рассказывает, мы с вами уже все это накопали во многом. Но Георгий подводит вот свои знания к нашим. И они, в принципе, совпадают. Этот переход Тайля в Баала, падение на землю, опять у нас этот иудейский проект, который вращается вокруг восточного входа в эти храмы единого Бога, Баализм, манихейство, которые мы с вами рассматривали. Но все-таки хочется понять действующих лиц. Вот многие из вас, конечно же, не читали книги Георгия Сидорова, кто-то его видит вообще в первый раз. Георгий, вот, допустим, те вопросы про, кого тебе удалось увидеть из интересных людей, вот я всегда говорю, что я никого не видел, я ни с кем не общался, я работаю только своим криминалистическим методом. Из действительно серьезных таких людей, которые меня поразили, я вам показывал только самку, это лидера буддизма Шелла, который на какие-то чудеса был способен и был, фактически, имел одно лицо с Саибовой, с индийским. А Георгий, он встречался действительно именно с представителями нашего глубинного государства, и как мы с вами поняли, они не представители, эти люди, не представители властных структур, коммерческих структур, они вообще какие-то своеобразные, похожие на монахов-отшельников. Но дело в том, что их влияние настолько мощное, что они управляют этими властными структурами, так как хотят. Ну, то есть властными структурами иерафанты управляют, они свою группу выделяют, да? Беструктурно. Эти управляют тоже безструктурно. Ну, например, Сталин полностью был под управлением. И Хрущев был только потому не под управлением, что он дурак был, просто он глупый был. И дураком управлять практически невозможно. Ну, его, скорее всего, другие силы подсунули. Ну, его, другие силы, опять же, его убрали. Его убрали. Ну, вот, собственно, и подвели сейчас вот к тому, что сейчас мы вот имеем. Ну, пример был такой, что вот, ну, тот же Путин, например, откуда он взялся? Непонятно. Вот, да, непонятно. Кто-то взял, привел, поставил. Кто-то дал ему эту власть. Ну, дал кто Ельцин. А почему? Вопрос. Почему Ельцин отказался от власти? Почему Ельцин передал власть? Он ее любил, за нее держался. А в чем дело? Какая-то ведь был переворот. Мы этого не понимаем. Кто-то его организовал. Очень похоже. Понимаете, ведь вот эти вот вещи, эти вот вещи, они невидимые. Это управление идет невидимое. И сейчас идет вот этот процесс, никуда он не ушел. То есть это огромная, огромная, мощная сила. Я вот на примере Моисея и Иудеев, я это объяснил, что даже тогда у них не получилось. И сейчас не получается. И не получится, потому что сейчас время уже другое. Сейчас время работает на Россию. Поэтому все нормально, все хорошо. Здесь я немного поясню о тех крестах, которые мы видели на Кронштадтском морском соборе. Кронштадтский морской собор. Он отличается от всех соборов России тем, что у него на вершинах установлены равносторонние кресты. Они похожи на катарские, нестарианские, еще и с кругом. Его еще называют Керчском крестом. Ни один официальный историк не может объяснить форму этих крестов. Действительно, это равносторонний крест. Такие относятся к нестарианским крестам, к мальтийским крестам. Как мы понимаем, вот эти темные манихейские религии или ответвления от единой веры в единого бога, какой им является катаризм или катарсис, богомилы, у них те же самые кресты, только с переходом на темные стороны. Сейчас, конечно, трудно разобраться, что там еще за такая вот окружность с четырьмя углами внутри этого креста. То есть, получается восемь концов. Но мы в этом будем разбираться. Может быть, это действительно вот эти темные тени. Потому что мы теперь понимаем, что в современные религии, по крайней мере, в христианские, проникли вот эти манихейские идеи, что касается греховности создания самого человека, или греховности появления. Этого, по идее, не должно быть. И мы понимаем, как они уже туда попадали. То есть, это все следствие вот этой борьбы. Тот, кто борется с чем-то, он принимает часть его идеологии. И у нас получается, что доминиканцы, которые начинались как орден именно для борьбы с манихейством и с вот этими катарскими проявлениями, или гностическими, они немного нахватались, или много нахватались их различных идей. И вот греховность появления человека, или первородный грех, он сегодня у нас существует в церкви. Может быть, это действительно тени четырех темных архетипов. Ну и самое главное. Георгий Сидоров, он очень тяжело сейчас на эти темы разговаривает. Вот в первых книгах он описывал определенных людей. Вот и назвал он их хранителями, разделял волхвов русских на множество различных подразделений или иерархических линий. Вот волхвы-хранители. Он описывал, что на реке Кондо какое-то время Георгий жил у некого пасечника. И пасечник вроде бы как такой аскет, который занимался, в общем-то, хозяйством сам собой, там охотой что-то продавал, ну таким вот интересным видом хозяйствования. Хотя не полный аскет, потому что он уже находился действительно в старости. Он хорошо кушал, там ловил рыбу, все было вкусно у него. Ну и занимался он определенными вещами, которые мы с вами сейчас называем общением с потусторонними силами или мистицизмом. И Георгий все это действительно тогда смело достаточно описал. Я не знаю, было это, нет это судить вам. Мы это воспринимаем как информацию. И второй момент, что Георгий потом дальше писал, что этот пасечник познакомил его с Чердынцевым. А Чердынцева, Чердынцев вернее, учил самого Сталина. То есть сколько лет Чердынцеву. И я тогда еще сделал вид, что эти люди, то есть они были сначала обычными мирскими людьми, но по каким-то причинам они получили определенные качества и увеличились у них сроки жизни, если это действительно есть, логически. Потом мы с вами уже пришли к пониманию апофеоза. И я предполагаю, что апофеоз может быть даже ступенчатым или может быть разовым, но потом какое-то дальше развитие происходит. То есть эти люди в течение жизни получили апофеоз с кем-то. Мы понимаем, что апофеоз можно получить скорее всего с вот этими Илохим, так называемыми, или Сварожичами. То есть 12 богами, которые создавали 12 скрытых рас. Сейчас может быть еще с кем-то можно получить апофеоз, но в итоге в любом случае все равно это уходит на бога отца, а там на все триединство. То есть это все божественные силы. А вот гносис, как мы теперь понимаем, это сокращенный такой апофеоз в другую сторону. Мы его потом с вами еще разберем. Это скорее всего половина человечества, а то и больше, получает этот гносис. По связи именно с троном земным, который строил Эль, перешедший в Баала. То есть получается какая-то часть людей вот сейчас логически получается движется вниз к трону земному, а часть вверх. И вот они скорее всего получили этот апофеоз. И с ним определенные умения. А умение, если ты, допустим, у тебя выпадает бессознательное, оно становится, переходит сознательное, и ты получаешь всю ту информацию, которая у тебя была наработана в прошлых жизнях, или хотя бы часть ее, если это ступенчато, ты получаешь и умение. И вот действительно мы понимаем, что у нас все религии античности, или вот единоверие это античное, которое было разбито на поклонение, или почитание своих отцов, вот этих 12, и матерей, как мы теперь понимаем. Потому что мы и мужчины, и все-таки, и женщины, вот этих сварожичей, или олимпийских богов, они все вот эти вот вещи уходили в мистерии общения с ними. И были люди, которые, конечно же, умели эти мистерии настраивать, скорее всего, тоже получившие апофеоз, а некоторые просто смотрели эти мистерии. То есть тоже здесь определенная иерархия, градация происходит. И получается, что логически, если всю эту картину начать складывать, мистицизм прошлых религий, технические устройства мистицизма, купола храмов, пирамиды, может быть, даже саркофаги как-то в этом участвовали, мы полностью картину пока воссоздать не можем. И, скорее всего, вот эти вот мистичные, даже вы видите, на многих античных картинах показаны такие жирования, так сказать, в которых огонь разводили жертвенники. Для чего жертвы приводят приносились? Ну, жертвы там животных приносились, их сжигали, как правило. И получался дым, дым это у нас общение с эфирным надмиром или нижним астралом, электричество, да, голограммы какие-то могли появляться, и голос, и огонь. Это астральный мир. В принципе, мистерии так и описаны. Во многих античных произведениях, здесь никуда не денешься. То есть эти мистерии должны сохраниться и сейчас. И видов было, видимо, очень много. Не только вот эти виды через жертвенный огонь там или храмы. Что-то было еще. И в принципе, да, можно сказать, что мы к крыше и поехали. Но опять же, правда где-то между идеализмом и материализмом. То есть логически существование таких людей, с которыми встречался Георгий Сидоров, как пасечник и черденцев с такой долгой жизнью, в общем-то объяснимо. И получается, что вот эта сетевая структура, они друг друга знают, с другом общаются. Георгий рассказывает, как они влияют на власть. И все это, в принципе, совпадает с тем, что сейчас говорят многие. Тот же Хазин и Девятов и многие специалисты по этому вопросу. Что сакральность русского народа находится в самом народе. Получается, что у нас идет влияние снизу. Очень похоже на земщину. Низы влияют на верхи, а не верхи на низы. Вот как-то так. Мы это еще с вами будем разбирать. То есть действительно, если кто не читал, прочтите, у Георгий это очень интересно описано. В нескольких книгах, там у него хронолого-эзотерический анализ современной цивилизации, книга. И вот там он описывал Чердынцева как раз. И Пасечника. Он у Пасечника пишет, жил достаточно долго. Пасечник живет далеко от села Кангинского в лесу. У него там изба какая-то. Или жил тогда. Откуда он пришел, непонятно. Куда ушел, тоже непонятно. И вот он занимался там охотой, рыбалкой и своим хозяйством. Что-то он там продавал. Лодка у него была, бензин в принципе у Пасечника. То есть что-то он продавал. Какие-то продукты своего охотничьего труда. Менял на бензин, на какие-то нужные вещи. Он там готовил себе все это. И занимался обучением Георгии определенным вещам. По Георгию это частично видно. То есть он 49 года. Ему 75 лет. Таких людей мало. Я бы сказал, что после санки, который мне резал лаймы. Мы к нему пришли. Я его много раз рассказывал. Он брал лаймы и просто рукой, как ножницами. Я смотрю, там срезаны даже косточки. Потом он начал еще кокосы разламывать. Так вот ровно. Он взял у меня палец. Санки это буддист. Засунул себе в рот. И потом сплюнул туда кучу крови. И сказал все мои диагнозы. Ну вот так вот в буддизне. А сам санка, он такое же лицо, как у Саибабы индийского. Ну вот это единственный человек, которого я видел, который действительно делал чудеса. А Георгий, я смотрю на него, ну по крайней мере, у меня много знакомых, которым там и 70 лет, и 75, и 80. Но он лучше всех держится. То есть что-то он все-таки знает. Потому многие, конечно, скажут, а что здесь верить? Писатель там непонятно, чего он рассказывал. Про Чердынцева там и про волхвов там, пасечников. Но все-таки я не думаю, что он врет. Или там что-то художественно обрабатывает. Скорее всего, в большей части доля правды в рассказе есть. То есть мы с вами, может быть, даже точно теперь знаем структуру вот этих орденов и как они работают внутри. Мы понимаем, что они связаны вот с православием. Потому что, видите, в его рассказах очень много ссылок. Сейчас он начал писать и про Сергия Радонежского. То есть мы теперь понимаем, что у нас христианство православное в современном виде появилось только при Александре Третьем. Ни при каком никоне это все непонятная история. Вот здесь хорошо видно по материальным следам. Были храмы с четырьмя входами. Вот как, допустим, собор этот в Кронштадте. Хотя официально якобы его построили в начале 20 века, в конце 19-го, начале 20-го. Уже якобы стиль Николая Второго, который после шатрового стиля Александра Третьего возник. Нью-Византийский, так называемый, Ново-Византийский. Но входа у него было реально четыре. Скорее всего, это перестроенный собор. Просто где-то он примерно таким же был, с четырьмя входами. Его просто в конце 19-го, начале 20-го века перестроили. Но кресты действительно уникальные. Таких практически нигде нет. Примерно похожие кресты я видел только над склепами в Александро-Невской лавре. Там некоторые склепы, они из-за забора с метро видны. Вот точно такие же кресты, как на этом соборе. Объяснений пока тоже толком нету от церковников. Почему такое различие с крестами над другими храмами? То есть Георгий где-то чувствует эту православную линию, которую мы с вами нащупали. То есть да, православное христианство, его не нужно совсем уже порочить, как многие привыкли. Да, верхушки могли отойти от первичного, но внутри где-то, внутренняя сакральность, она все-таки уводит вот этим, как православным орденам, ангел-лев. Я думаю, как-то так. Ну а вот эти вот интересные разговоры он с пасечником приводил, достаточно большой период в этой книге, но они достаточно интересны. Много чего он рассказывал, пасечник, конечно, не так, как мы с вами разбираем. Может быть просто проще, чтобы все поняли. Ну, примерно так. Георгий, ну и в заключении, все-таки задам этот интересующий всех вопрос. Ты в своих книгах описывал несколько таких человек, которые действительно похожи на то, что мы с моей аудиторией, допустим, проходим, которые прошли апофеоз, которые чего-то добились и в эзотерическом плане, и могут работать с мистицизмом определенным. Вот я, допустим, в своей жизни такого человека видел только одного. Это был лидер буддистов Шри-Ланг и Санка, который что-то делал действительно серьезное. Но я не скажу, что он был, допустим, оторван от материалки, у него там все нормально с этим, с материальными вещами. А ты описал, допустим, чердынцев и пасечника, как таких отшельников. Вот какие их общие черты и действительно могут ли они влиять на изменения нашей страны? — Дело в том, что глубинное государство западное, оно так же построено. Эти вот аэрофанты, они тоже не привязаны к материальному. Их материальные вообще не волнуют. Им, если надо что-то, то банкиры им дадут все. А сами, чтобы они там для себя, им это не надо. А для наших вот этих ребят, им они с Творцом хорошее отношение имеют. Вот этот вопрос очень сложный, потому что на него, чтобы ответить, нужно минимум 2-3 часа объяснить. Почему? Потому что люди не знают, что такое магия. Люди не знают, что такое культизм. Дело в том, что все считают, что магия — это вот эта чернуха. Да, ты будешь работать по чернухе, то есть ты будешь заговоры, ритуалы, все такое. Но эта работа идет, используя энергии разрушения. Это энергии, будем так говорить, грубо, сатаны, да, или темного мира. А если у тебя нравственная, вот ты высоконравственная, ты построил себя как человек, ты стал почти богом в плане нравственного, ты получаешь энергию от Творца. Так вот эти люди, они получают энергию от Творца. То есть для них материальное тоже не имеет никакого значения. Они не привязаны ни к деньгам, ни к вещам, ни к чему. То есть у них только связь напрямую с космосом, космическая связь. Вот ты пасечника описывал, он вообще жил сам, добывал себе еду, жил в таком медвежьем углу. Ну и что? Ну это еще сложно, что ли? Не, просто мы хотим общие черты понять. Жить в Боге намного проще, чем жить в системе сатанинской. Намного, потому что когда человек в хороших отношениях с природой, будет так, не с Богом, с природой. Природа ему все дает сама. Вот как говорил Иисус, будет день, будет и пища. Нечего думать о завтрашнем дне. То есть будет, если ты нормальный, то у тебя все будет. Так вот они, этот вот момент, они хорошо, они понимают, они так и живут, но так они и живут. То есть система какая? Вот как грибницы. Вот они все связаны между собой телепатически, действуют в одном ключе. И не только они, там с ними мусульмане, зарастрийцы. Вот с ним... Вся православная линия. Все православные, которые остались там в Турции, там еще есть кое-кто. Осталась команда... В Иране осталась, в Египте. В Иране и Гималайи северные. То есть там не важно какой ты религии. Религия это только, как сказать, это камуфляж. Это просто камуфляж. Ну например, у меня, например, в одном из сценариев, там прямо я тайну-то раскрываю. Там разговаривает волк, разговаривает батюшка православный. И батюшка говорит этому волхву. Говорит, пока волхвы управляют православной церкви, все будет в России нормально. То есть и православной церкви управляют эти же люди. Но они так стоят, так они работают, что их там никто не видит, не понимает. Но влияние огромное. Какое влияние? Информационное, бесструктурное. Они все между собой связаны. Ну например, проект того же храма, храма вооруженным силам. Откуда он взялся, этот проект? Отсюда взялся. Для чего? Чтобы привязать космос к России. Космос привязан к России. То есть все это уже прошло. То есть огромная, огромная сила, которая противостоит этой вот силе, тьмы, силе разрушения. И надо это понимать. Но она так устроена, что найти этих людей, найти кто такие, откуда и чем они занимаются, практически невозможно. То есть они похожи на народ. И как многие говорят, что сакральность нашего народа, она из народа и выходит. Получается, что православной церковью они управляют не в виде иерархов православной церкви, а бесструктурно снизу. А иерархии тоже публичные, они ничего не могут. Они контролируют. То есть такие же Черденцевы, находятся и в монашестве. Ну, далеко нечего ходить. Вот кто управлял на пьерой России во времена Ивана Грозного? Ну кто? Василий Блаженный. То есть этот вот юродивый, собственно, диктовал царю, как вести себя. И царь слушался, и царь делал. Но не во всех, конечно, вещах, но в определенных. Не во всех вещах, но во многом. А второй такой оказался в Пскове, когда царь приехал Псков разорить, уничтожить завор в Пскове. Тот говорит, ну ты людоед, там поешь мясо человеческое, если тебе мало, ну сходи, попробуй. И у царя сразу охота отпала. То есть вот эти люди, они управляют, собственно, властью. И надо это понимать. Поэтому все нормально. И скорее всего у них тоже есть определенные иерархии по знаниям. Да, да, там все есть. У них там очень серьезная система посвящения. Ну это, я думаю, для любопытных просто, даже этого и не надо знать просто. И вам это не надо. Ну я здесь думаю, что скорее всего то, что мы как раз таки накопали в остатках информации, просто повторяю, Путин сказал, не я управляю, а Бог управляю. Бог управляет. Но здесь это похоже. А кого он имел в виду, вот под именем Бога? Он имел в виду вот этих людей, которые являются частью Творца на Земле, то есть в трехмерии в нашем. А они являются его частью, его руками, ногами, его головой. То есть вот это управление оно и есть. А вот имеем в виду наш президент именно вот это. Я сейчас думаю, все объясню. Ну и теперь уже в настоящем заключении. То есть все-таки Георгий сейчас нам нарисовал то, что действительно у русского народа есть определенный орден. И общие черты он нарисовал его. И коллективное сознание этого органа как раз. Вот орган или орден, без разницы, можно его называть. Сталин мечтал о русском ордене, а он уже был. Он когда мечтал, а орден-то был построен. Ну вот он похож на орден. Так вот, это коллективное сознание вот этих людей, оно связано не только с Россией, но и с Ираном, с Индией, даже в Китае, в Западной Китае. То есть вот эта вот часть, она и управляет собственно страной. И управление мистическое. Плюс еще раз, наоборот, слово апофеоз. То есть это скорее всего такие же люди, как мы, первично, но перешедшие то, что мы с вами рассматривали. То, что называется в буддизме просветления, а у нас апофеоз. Ты понимаешь, мы им так не объясним, они не поймут этого. Я сейчас еще раз попробую объяснить. Вот смотрите, вот все идет от энергии, количество энергии. Вот этот эгрегор, созданный, он давно на Руси. А этот эгрегор питается от Творца. Все решает энергия. Этот эгрегор, в плане материальном, это информационное влияние, то есть это слова. Это слова, это печать, это фильмы, это просто какие-то реплики, где-то что-то, какие-то стихи, книги. Это много. Но когда огромная энергия сюда втекает, тогда все меняется. Эти книги работают, фильмы работают, все начинает действовать, меняется так, как нам надо. Вот понимаете, я сейчас вам сказал о базисе, о щупальцах, которые внедрены в массы. А откуда эта энергия идет, вы надо понимаете. Путин что сказал? Управляет Творец. Ну вот так оно и есть. Ну примерно такая картина. То есть надежда у нас есть. Итак, до следующих встреч. До свидания. Итак, я думаю, все-таки какую-то картину или какой-то образ о русских орденах мы с вами получили. И действительно, если сравнить информационные следы, еще раз вам скажу, у русского народа внутренняя сакральность, идущая из народа. Она действительно видна вот по пасечнику и по черденцам. Вот таких, видимо, очень много. Но что я еще скажу? То есть в русском народе, несмотря на то, что по нашим с вами предположениям, или по моему предположению, это смесь ариев и асов. Причем арии были элитой, готы над асами земщиной. У ариев сверху управление идет, у земщины снизу. Вот все-таки в русском народе, даже накрытым таким коллективным, бессознательным, как мы сейчас понимаем, в нем управление и сакральность идет снизу. Именно как у асов. И асы, казаки земщины, они выбирали своих князей. Да, это не очень, в принципе, устойчивый строй, но может быть из-за того мы и качаемся. А вот, допустим, тех, кого накрыли, тех же ариев и асов на территории современной Германии, в 1870 году, в Австро-Венгрии, у них там четко централизованное управление. И менталитет у них, соответственно, менталитет подчинения такой. Вот у нас все-таки вольность видна. И это как раз влияние той части русского народа, которая называется асами. И она достаточно большая. Так что, вывод примерно такой. Я просто примерно все это сейчас сложу в дальнейшее наше исследование. Логически это все подтверждается. Как это было фактологически, опять же, я не знаю. Оснований не доверять Георгию в отношении Пасечника и Чердынцева у меня нет. Многие, с кем мы ездили в экспедиции, все действительно хотели, чтобы я задал Георгию этот вопрос. Всех Чердынцев заинтересовал. То есть, это такой яркий пример, о котором рассказывает достаточно серьезный человек, что Чердынцев Стали научил, когда? На рубеже 19-20 века, сколько же лет, Чердынцев? За 100, наверное. Но, дай бог, я думаю, что так действительно и было. То есть, надежда у нас на выживание все-таки есть. Продолжение следует...